Владимир Путин как помажет за них Божий. Вот появился странный эффект полтора месяца назад. Мало кто его может быть заметил, но кто-то наверняка заметил, не только один я. Происходило заседание Госсовета в Волгограде. Посвящено было оно Великой Русской реке Волга. Великая Русская река Волга, по мнению всех, сильно обмелела. Раньше кораблей было много, а теперь корабли, баржа по ней идут очень плохо. Обмелела она очень сильно. И Владимир Владимирович Путин сказал, что с этим вопросом надо каким-то образом бороться. Расчищать, что-то еще делать. На следующий день, после этих слов Владимира Владимировича Путина, в верховьях Волги произошел рекордный дождь. Такого, которого давно не бывало. В результате проблема, по крайней мере на то время, проблема обвинения Волги была решена мгновенно и экстренно. Совершенно. То есть, подобного рода вещь, конечно, можно назвать обычным человеческим чудом. Ну, к нему я, как человек скептический, я вообще говоря... Игорь Юрьевич, ну вы как физик же понимаете, что если в высоких выпал дождик, то наполнить всю эту систему водохранилищ, значит, один дождичек... Нет, там был очень хороший дождик. Даже если дождичек выпадал на территорию 100 на 100 километров... Нет, значит, меня не это интересует. Меня интересует взаимосвязь между изъявлениями Владимира Владимировича Путина о необходимости дополнительного воднения Волги и рекордным дождем в верховьях Волги на следующий день. Вот. Значит, вообще говоря, первое, что приходит в голову, это, мол, шутка политехнологов. Ну, узнали, что будет прогноз, что идет, значит, рекордный антициклон... Нет, циклон. Рекордный циклон туда идет, в верховье Волги. Так, ожидается дождь. Тут же отправляют, организовывают государственные советы в Волгограде, посвященные проблемам речного транспорта и обводнению Волги. И ждут. И тут, слава богу, произошло вот это удивительное событие. Но это удивительное событие, оно, значит, не думают. Дабы потому, что через средства массовой информации бы народы бы намекали. А обратило внимание вообще на это дело только несколько человек. То есть я был не первый, я опубликовал наше видео, из нашего видео по этому поводу, посвященное гидротехническим сооружениям Европейской части России. Но в первую очередь в этом реанимации проекта, поворота Вычигды реки в Волгу, ну, часть ее. Вычигда – это основной приток Северной Двины. Таким образом, чтобы необходимое количество воды, которая безумно через Северную Двину сливается в Атлантический океан, ой, в Северный Льдовитый океан, оно бы как бы перешло непосредственно в Волгу. И у нас был непрерывный водный путь от Астрахани до Хангельска, и до Мурманска и так далее, и так далее. И этому опубликовал. И мне человек на это сразу же указал. Это действительно было удивительно. И это было, безусловно, разумеется, чудо. Конечно, могло так и просто сложиться, что после необходимости обводнения Волги произошел просто рекордный дождь. Никогда за много лет, так мгновенно, так много, например, осадков в Москве не выпадало. И у меня есть фотки, например, в Твери, когда улицы превратились просто в один сплошной поток. Ну, просто вода шла непрерывно, непрерывно таким образом. Да, но все равно на всю Волжскую систему это... Нет, еще раз. Меня интересует связь вот эта. То есть ее можно назвать случайной. Ее можно назвать шуткой политехнологов. То есть накануне выборов, а давайте-ка у нас Владимир Владимирович чудо сотворит. И Владимир Владимирович сотворил это чудо. Но тогда это надо раскручивать. Вода не дошла. Дошла, дошла. Дошла, конечно. Куда она денется? Да, конечно, дошла. Но здесь есть вопрос, надо попытаться к этому вопросу отнестись более-менее серьезно. Мы знаем, что наша историческая традиция, она все время говорит об одной и той простой вещи. Что у нас есть правитель промазанник Божий, и ему в заслугу или в недостатки вменялось все время урожай, урожай и не урожай. То есть засухи, дожди и всякое прочее. Вообще к этому на сегодняшний день относятся как к подобного рода предрассудку. Но предрассудка, когда оказалось бы и следующее утверждение, что появился некий великий хирург, который оперировал всех людей, и они у него выживали. А все люди остальные пытались у него учиться и тоже хорошо оперировали. Но люди у них не выживали. Почему? Это пример Елена Борисовна Пересегина. Потому что человек занимался безумным делом. Он шел и молился Богу перед каждой операцией. Как он это делал? Он брал свой инструмент, брал руки и держал их по 10-15 минут с молитвой под водопадом. Он их держал под водопадом, и молитва потом помогала. И после этого человек, безусловно, после его операции выживал. А те, которые были атеистами, они хорошо оперировали. Человек у них не выживал. Теперь мы понимаем, в чем дело. Он просто занимался тем, что избавлялся от ненужных микробов, дезинфекцией занимал своего инструмента из собственных рук. Вот и все. Поэтому люди у него выживали, а там не выжимали. А не было тогда такой технологии предположить, что есть целая Вселенная, которую мы напросто не видим, неких организмов, которые вызывают в том числе и заражение крови, то есть сэспенс, и всякие прочие и другие вещи. Вот такие вот вещи. Оказывается. Поэтому нам надо вот в эту самую ситуацию, к возможности вот этого странного института помазанников Божьих, приглядеться внимательнее. Вполне возможно, что за этим скрывается определенного рода рациональное содержание. Вполне возможно, что действительно, как говорил на одной из предложений Черчиллу товарищ Сталин, «Мои избиратели меня не поймут». Да? «Мои избиратели меня не поймут». Почему они не поймут? Потому что он понимал, что, как любой диктатор, он отнюдь не выполняет свою собственную волю, а служит некоторой воле того, чего он называется эгрегор какого-то местности. Вот есть понятие же Библии – эгрегор. Ну и социологи. Социологи его очень любят. Почему его социологи любят? Потому что этими эгрегорами, то есть какими-то фантастическими сущностями, они могут объяснять социальные процессы. Одно дело копаться в мозгах каждого другого человека, а другое дело сказать, что над ними царит некий мысленный конструкт, квазиразумный. И этот мысленный конструкт, квазиразумный, значит, сталкивается с другим мысленным конструктором. Что есть, так скажем, эгрегор России, который борется с эгрегором Османской империи. Можно сказать, что Советский Союз умер, но эгрегор его жив. На Донбассе произошел, по большому счету, его последний бой. То есть эгрегор Советского Союза, уже умерший, бросился в свой последний бой. То есть там сражается уже несуществующая, распавшаяся и уничтоженная держава. В лице войск Российской Федерации. И кому угодно. В лице и ополченцев, и израильтян, которые предлагают украинских фашистов добить, и немцев, и немцев. Ну а что? Это же реальный случай, нам же Паша об этом рассказывает. Ну а что смеяться-то? Он же рассказывал про состав группы Рязань погибшего. Из кого она состояла? В том числе, там был израильтянин, который приехал бить украинских фашистов, бандеревцев. Там был русский немец из Гамбурга, который приехал бить соответственным образом тоже фашистов. Тоже приехал, тоже сражался в группе Рязань. То есть это, они по большому счету, все были бывшие русские. То есть я говорю, что Советский Союз собрался из разных уголков и вступил в свой последний бой там. Вот его последний бой. Такой вот известный. Поэтому мы пытаемся отнестись и к понятию диктатора или помазаннику Божию интересным. Являлся ли Адольф Гитлер для немецкого района народа в тот момент необходимым? По всей видимости, да. Именно поэтому им удалось сохранить руководство армии, руководство страны до самых последних числа апреля 1945 года. То есть ничего не произошло. Они сражались и сражались еще как. Вот, такова ситуация. То есть он не был случайной фигуры, которая получилась, что в борьбе между социал-демократами и другими представителями партии. И интернационал-социалистами. Да. То есть национал-социалистами и интернационал-социалистами. А победил он необходим, потому что он выражал некоторые те базовые вещи, о которых товарищ Сталин говорил Черчиллю, что мы избиратели, меня не поймут. Вот он и выражал определенную волю вот эту ситуацию. С этой точки зрения недавняя, то есть уже, по-моему, вчерашняя, позавчерашняя декламация гимна России, Царской империи, Владимиром Вольфовичем и Жириновским, выглядит органично. Знаете, да, что это было? Было вручение медали этих орденов. Жириновскому дали, Путин вручил орден заслуги предотечного второй степени. Очередной орден, да. Он встал за это, говорит, можно выйти. И сказал, что были разные эти, а были, был Российская империя, потом Советский Союз, вот Новая Россия. И вот сейчас, говорит, я хочу процитировать гимн Российской империи. Боже, царя храни, и так далее. Ну, вот Путин тут про нем, если мы думаем, это ситуация. И вот это самая ситуация. И если вот подобного рода мистическая, но не мистическая, она выглядит мистическим, как руки хирурга под дождем. Они выглядят мистическим. Но на самом деле она совершенно образом, вполне возможно, что там стоит некое рациональное содержание, которого мы не знаем. И действительно она существует. То есть существует вот эта самая концепция помазанникова Божьего. И вот если действительно переследен на прав, допустим, когда он говорит, что следствием отдачи Курильских островов Японии, обратно, могут быть буйства российского эгрегора. То есть взрывы на гидроэлектростанциях, на атомных станциях и на всех остальных вещах. Вот если он действительно прав и подобного рода ситуация существует, то мы должны обладать определенного рода технологическим аппаратом. Как с этим можно дело работать, как уметь на него воздействовать. Почему традиционно действие вот этого самого эгрегора или помазанников Божьего адресуется к погоде? Означает ли это, что там есть какие-то тонкие структуры, на которых погода же это то, чего сложнее всего управлять? Даже предсказать невозможно. Больше, чем на три дня, любой прогноз недействителен. И мы можем, возможно, что этим как-то управлять, с этим работать. Но только как? Кто этим должен заниматься? Кто это должен исследовать? Но подобного рода вот эта ситуация помазанника Божьего, то есть, конечно, понятно, что в качестве господа стоит русский эгрегор, то есть, по сути, сатана. Да? По сути. Ну, по сути. Но по определению, потому что если у тебя есть эгрегор, то он как бы и с точки зрения высокого богословия византийского, то это как бы и сатана. То вот подобного рода вещь, она как бы естественна. Это у Пелевина есть замечательный рода роман, что наши разведчики ухитрились Джорджу Бушу в зуб ставить такой приемник, что через него наш далекий потомок Левитана изображал о себе эгрегор, то есть, Бога. И говорил ему святому всякую глупость. На самом деле, наша разведка думала. Но они потом выяснили, что у нас, оказывается, внизу, где-то в подвалах Лубянки, стоит так называемый трон сатаны, куда генеральные секретари тоже садились. И им тоже чего-то такого советовали. На самом деле, а это советовал, да, ЦРУ, то есть, на самом деле. Им ухитрировалось таким образом это подстроиться туда и делать. И говорят, что в последнее время Россия правит такие отморозки, что они даже сатану слушаться перестали. Это замечательный рассказ Пелевина, написанный им самим, что в последнее время редкость. Вот такова, значит, эта ситуация. Как мы с этим можем работать? И насколько действительно есть и действительно просто демократические президенты, скучные, ненужные и неинтересные, ну, типа Олланда. А есть люди, которые, как Адольф Гитлер и Владимир Путин напрямую говорят с Богом. Да, вот то, что такое явление или такой феномен, как, в кавычках, Владимир Путин, это настолько очевидно, что он более изъявляет именно мнение народа, потому что я припоминаю жизнь в 90-е годах, когда жизнь была ужасная, и во внешней политике было все ужасно, и народу было вдвойне обидно. И он хотел хотя бы в чем какую-то отдушину иметь. И когда, конечно же, появился этот закономерный исторический процесс, когда появляется такой персонаж, который эту волю народа и изъявляет, и осуществляет. И здесь Путин совершенно законно появился и вступил в свои права. Только другое дело, осуществлялось ли это каким-то образом, последствием политтехнологии, либо же каким-то интуициями и вообще мистикой. Это уже вопрос, конечно же, 3-4-5-й. Осуществлялось это китайскими товарищами, их благотворным трудом. Благодаря труду китайских товарищей цена на нефть по максимуму возросла по сравнению с 90-ми годами 8-9-14 раз, и благодаря этому повысилось благосостояние населения Российской Федерации. И находился бы здесь другой товарищ или нет, и теперь просто как экономист... Да, и как следствие, это и я, что Владимир Путин получил власть над российской погодой, в том числе над дождем верхових волн. Да, да. А над дождем, конечно, это, по-моему, больше всего случайность, как бы, чем-то таким... Если бы было несколько таких случаях, именно в одном... Ну вот надо проверить, надо проколюции, потому что надо присматриваться внимательно. Я же с советской хроникой не слежу. Почему я это обнаружил? Потому что эта история о гидроциализации, то есть о великих каналах, проходящих через территорию всей России, мне интересна. Я, да, видео об этом написал, о переносе из северных рек, то есть, по крайней мере, Вычигды, Горло Белого моря называется. А, вот недавно было, да? Да, Горло Белого моря. Не было, я счел. О перебросе части и соединения бассейна Северной Двины и Волги, вместе с строящимся каналом по Ирану через реки в Персийский залив. Вот через одну нить такой большой-то вещь. Я поэтому такие вещи отслеживаю. Но вообще люблю воду. У меня, когда я мог ходить в туристические всякие путешествия, это самое главное найти какую-то реку, ну, важно, пойти на нее посмотреть, где она куда-то в что-то втыкает, вливается, выливается, вообще вот эти всякие вещи. Поэтому я на это обратил внимание. Наверняка еще такие различные другие факты существуют. То есть было бы интересно, если бы те, кто у нас видео сейчас смотрят и знают о таких фактах, они бы их написали в комментариях. Сколько можно угодно таких фактов. И чем больше аудитория, тем больше будет фактов. И чем больше желаний у этой аудитории, тем еще больше будет этих фактов. Так что спасибо вам. Да. Все, да? Да.